В высшей школе КГБ был журнал «Дайкономист». По-моему, это был 1992-1991 год. Там был анализ возможностей стран СНГ, кто из них сможет выжить в условиях экономической независимости. И там Украина стояла на четвертом месте после России, Белоруссии и Казахстана. Я внутренне не понимал, как страна пятая экономика Европы на 1991 год. Пятая экономика Европы. По оценкам западных экспертов, с трудом могла выжить уже на тот промежуток времени. В Советском Союзе это была вторая по потенциалу республика после России. Ну и в Украине производили многие виды высокотехнологичной продукции. Например, самый крупный ракетостоятельный завод в мире «Южмаш» – производитель самой мощной баллистической ракеты, называемой «Сатана». Авиационные предприятия Украины, в том числе завод «Антонова» в Киеве и конструкторское бюро, производили самые большие в мире грузовые самолеты. Но нужно при этом принять во внимание, что большая часть продукции, производимой в Украине, не имела законченного производственного цикла. То есть она производилась совместно с другими предприятиями, находящимися или находившимися тогда в других частях Советского Союза. Поэтому распад Советского Союза реально означал ликвидацию значительной части промышленного и научного потенциала Украины. То есть мощности у нас были во всем, промышленные. Была система хорошая в энергетике, ядерно-атом, гидростанции и так дальше, тепловые станции. То есть у нас был уголь, ну, короче, у нас все было для развития экономики. Но те люди, которые голосовали за независимость Украины, они добились независимости. То есть политически было принято решение. А вот дальше, как двигаться, развиваться в стране, они уже были не готовы. Теперь представьте Украину, у которой не было собственного законодательства, не было своей денежной системы и не было своей системы управления. И я помню ситуацию, когда сразу прервались связи с центральными министерствами, управлявшими украинской экономикой из Москвы. И новое украинское правительство, его члены не всегда знали, даже что производится на территории Украины под управлением Москвы. Я помню, как ко мне пришел директор одного секретного предприятия и говорил, ну все, Москва с нами не работает. Куда грузить комплектацию для производства атомных бомб? Могли бы вы рассказать подробнее о своем выдающемся опыте в роли финансиста, экономиста, учитывая, что вы возглавляли национальный банк, а позже находились на посту премьер-министра? Будь-який товар, который производила Украина, или танк, или зерно, или руду, или ракеты, мы реализовали в мире только через Москву. Вся финансовая, вся монетарная система, вы будете вонять так, что вы самостоятельно, без Москвы, вы ничего не сделаете. И я помню, как все союзные республики вначале, ведь они все имели право на эмиссию рубля, пока не произошло разделение денежных систем новых государств. Это вылилось в активную эмиссию денег центральными банками бывших советских республик. А значит, поднялась огромная волна инфляции, что все денежные сбережения граждан, накопленные за все годы Советского Союза, превратились в пыль. И неожиданно даже такие развитые республики, как Украина, были брошены буквально в пропасть бедности. И когда я пришел в национальный банк, у нас инфляция была 10 182%. А национальные деньги были, я сейчас уже не могу пораховать этих нулев, но там, кажется, было 11 или 12 нулев. Мне кажется, сейчас в Венесуэле аналогичная ситуация. То есть, насправде, насправде, это катастрофа. С 1991 года вы работаете в Государственном экономическом совете. Был ли у Кравчука четкий план выхода из экономического кризиса? Нам доручили педотовать указы президента о экономической реформе. И этот план складывался из 36 указов президента. Мы педотировали большинство этих документов. И проводили их живые дискусии. Было подписано 4 указы. И тут начался серьезный спротив. Начался в Верховной Раде, где была так называемая группа 239, которая объединяла левые силы. Начали говорить о том, что Кравчук утворяет параллельную гилку влади и хочет проведать капиталистические порядки в Украине. Кравчук взлякался и распустил наши все эти дурачные органы. Как мы понимали, он был обязан пить на компромисс, чтобы защищать национальную сутность Украины, рапор, гимн, в какой-то мере новой взгляды на историю. То есть все гуманитарные вопросы, которые ставили представители народного рука Украины. Но это совсем не касалось перетворения в экономики. В конце 1991 года мне довелось несколько раз встречаться с известным профессором Джеффри Саксом и его группой. Это была та группа, которая готовила рекомендации по проведению экономических реформ в Украине. Именно они предложили схему так называемой сертификатной приватизации. И я думаю, что именно эта схема приватизации привела к тому, что в Украине очень быстро сложилась такая группа олигархов, которые сумели захватить значительную часть бывшей государственной собственности в промышленности. Видите, когда права на кусочки государственной собственности были разданы широким массам людей, очень часто эти сертификаты, ну, силой отбирались у этих людей, возникла такая преступная бандитская приватизация. Да, конечно, Украина ничем не отличается от большинства стран, в которых эти процессы проходили раньше. И в Украине процесс перераспределения собственности, он тоже был связан с определенным влиянием криминалитета. Но мы же помним, что советская социалистическая собственность и частная собственность – это были, как бы, два антигонизма. Поэтому превращение общенародной советской социалистической собственности в частную было неизбежно связано с криминальными проявлениями. И люди отдали свои ресурсы, свои заводы, фабрики, те, которые были построены в советский промежуток времени, в руки, опять же, той элиты, которая была в 91-м году. И людей опять обманули в очередной раз. Потому что элита, которая была в 91-м году, она абсолютно не была готова к этой независимости. Потому что стоял вопрос об отсутствии культуры государственности. В нищем государстве, где население находится над обрывом, спасением становится идеология. Начинает раскручиваться миф об исключительной роли Украины в мировой истории. К сожалению, государство Украины, которое описывает господин Ющенко, никогда не существовало. Древнерусское единое государство под названием Киевская Русь существовало только до начала 11-го века. И было несколько меньших размеров. После этого оно распалось на множество независимых государств, которые и осуществили экспансию по всем направлениям. И ни одной из них не было Украиной. При Кравчуге начинают формироваться праворадикальные националистические организации, такие как УНА-УНСО. Кравчуг начинает раскручивать тему создания Украинской самостоятельной национальной церкви. В связи с этим он оказывает поддержку архиепископу Филарету, который находится в отвратительных отношениях с Москвой, но зато создает свой личный киевский патриархат. Но все это мало помогло решению проблем. Администрация США настороженно относилась к тому, что происходило на Украине. На Украине были сосредоточены 1240 ядерных боеголовок вместе с ракетными средствами доставки. Всего 680 мегатонн. Это сопоставимо 37 778 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Кроме того, Украина располагала стратегической авиацией, которая могла нести 492 крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Наконец, на территории страны хранилось 2600 единиц тактических ядерных боеприпасов. Ядерный потенциал Украины превышал ядерные силы Франции, Великобритании и Китая вместе взятых. Важнейшим условием для сотрудничества с США и экономической помощи для Вашингтона был полный демонтаж военного ядерного потенциала. После долгих переговоров Украина соглашается. Украина соглашается. Я знаю, что такое ракета, что такое ядерные боеголовки, которые отдельно состоят. Мы сделали такое решение. Но мы, вывод один, мы настолько хотели быть независимы, что мы готовы были без этих денег все сдать, получить, чтобы мы были только независимы, нас признали как в Европе, так и во всем мире. Господин Кустовотенко немного ошибается. Украина согласилась на ликвидацию ядерного потенциала после долгих торгов и сильнейшего давления со стороны США и России. Сегодня на Украине находятся немало тех, кто жалеет об утраченном ядерном оружии. Украина и света делятся на две части. которые имеют активованный уран и которые не имеют. И от нас можно вытирать ноль. Забирать Кремль, организовать войну на Донбассе. После таких заявлений остается благодарить Бога за то, что у президента Клинтона и Бориса Ельцина хватило воли и решимости заставить Украину отказаться от ядерного оружия. Но не бесплатно. Вперва США предложили Украине помощь в размере 350 миллионов долларов. Шантажируя разворотом в сторону России, Украина смогла выторговать у США еще 175 миллионов долларов на демонтаж ядерного оружия и 155 миллионов долларов в виде экономической помощи. Украинские политики явно продешевили. За ликвидацию в четверо меньшего ядерного потенциала Казахстан получил 2 миллиарда долларов и 50% доли нефтяной компании «Тенгиз-Шеврон». Но неполученная помощь, неставка на национализм Кравчуку не помогли. Под сильнейшим давлением общественности он был вынужден пойти на досрочные президентские выборы. В 1994 году он проиграл выборы своему бывшему премьер-министру Леониду Кучме. Леонид Кучма. Родился 9 августа 1938 года. В 1960 году он окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности инженер-механик. Работал инженером в ракетно-космическом КБ «Южное». С 1986 по 1992 год он являлся генеральным директором объединения «Южмаш», попускавшие в том числе ядерные ракеты носители СС-18 «Сатана». В политике с 1990 года он голосовал за декларацию о государственном суверенитете и за принятие акта о государственной независимости. В 1992 и 1993 годах он являлся премьер-министром правительства Украины. Кучма дважды избирался президентом Украины. В отличие от Кравчука, Кучма все-таки работал в промышленности. Как минимум он понимал, что такое экономика и как она должна работать. Но одного понимания было мало. Но экономика начала падать. То есть мы потеряли очень сильно транзит, мы потеряли судостроение, мы потеряли самолетостроение, мы потеряли в том числе Черноморский флот конкретно, можно сказать, разбежался по всему миру. Это было абсолютное состояние кризиса, когда были неплатежи по 6 месяцев. Свет включался на территории Украины. Происходили отключения, свет включался эпизодически. Практически команда пустого тинга работала в режиме пожарной машины. Была катастрофа полностью в экономическом плане, в социальном. Зарплаты не платили, пенсии не платили, стипендии не платили. И наша задача была дальше уже сделать следующую вещь, чтобы так работать. Поэтому сказать как...